Фальсификатов Самарской области меньше 1%. Из 6000 проверенных лекарств всего несколько наименований были изъяты из аптек и уничтожены. И без того небольшая цифра должна сойти на ноль после того, как в стране ужесточится контроль за оборотом лекарственных средств. С 2017 года препараты будут защищать от подделок с помощью маркировок специальными чипами. Это автоматизированная система мониторинга лекарственных препаратов, начиная от производителя до конечного потребителя с использованием индивидуальной маркировки и индивидуальной упаковки. Данная система будет внедряться поэтапно. Первыми такой маркировки подвергнутся препараты от рассеянного склероза, онкозаболеваний и гемофилии. А к январю 2017 и весь перечень лекарств. Покупателей, конечно, волнует, не вырастет ли от этого цена. Аптекари уверяют, что альтернатива дорогим лекарствам всегда будет на прилавках. Чтобы не возникало претензий, что какие-то таблетки не помогают, нужно обращаться к врачам. Самая основная проблема с человеком, с гражданином – это самолечение. Мы очень любим лечиться сами по рекомендациям родственников, знакомых. Интернета. Интернета в особенности. Вот это вот самая большая проблема. В последние годы в аптеках можно встретить все больше препаратов отечественного производства. В Самарской области есть фармацевтические компании, которые делают жизненно важные лекарства. Представители таблеточного рынка уверяют – дефицита в Самарской области нет и не будет. Мариана Мирная, Максим Гусев. События.